Приветствую вас, друзья! Меня зовут Елена Тарарина. И снова у нас с вами в мотивационной студии уникальный, необычный и интересный человек. Энергию этого человека, пожалуй, столько, что сегодняшний день 100% сделает настроением это интервью с удивительной женщиной, красавицей, спортсменкой и потрясающей актрисой театра и кино Еленой Репиной. Елену вы можете помнить по таким замечательным фильмам, как «Завтра будет завтра», «Соседи», «Джамайка», «Сашка сваты» и еще многим-многим фильмам и сериалам, которые проходят на центральных каналах нашего телевидения. Итак, сегодня у меня в гостях потрясающая Елена Репина. Леночка, спасибо за ваше время. Сегодня будем говорить о зависти. Да, такая супер тема, да? Очень-очень девочковая тема, как по мне. Лен, что такое зависть для вас, как вы вообще можете обозначить это понятие? Вы знаете, я очень боюсь ортодоксов, но я верующий человек, я хожу в церковь и, знаете, ну вот азы нашего христианского учения, 10 заповедей и 7 смертных грехов. Зависть чуть ли не на первом месте в одном из смертных грехов. Вот подружка-зависть. Я не знаю, поверит мне, не поверит мне, но я очень благодарна Богу, он меня лишил двух качеств жизни. Я не знаю слова ревности и, видит Бог, я не знаю слова зависти. Зависть это удел очень слабых людей. Зависть это удел людей неуверенных в себе и закомплексованных. То есть счастливые не завидуют? Счастливые не могут завидовать. Люди, которые имеют хорошую профессию, любимую профессию, они не будут завидовать, если они профи и они живут этой профессией. Счастливый человек, который счастлив в своей семье, в своих друзьях, он не будет завидовать, потому что, по большому счету, я считаю, человеку для жизни очень мало надо. Очень мало надо. Такая глупость. Вот, извините, пожалуйста, а что люди скажут? Да-да-да. Треба купить, люди скажут, треба зробить. И все уже купили, и мне не треба. А мне не треба. Понимаете, если бы все люди жили по той мерке, что я лично хочу, что я могу для этого сделать? Наверное, бы и зависти было меньше. Ленивые зависты. Вы знаете, мне очень нравится поговорка, что зависть унижает. И это действительно правда. Вот чувство унижения, ну, вы знаете, вот хуже этого не бывает, когда тебя унижают, когда... Ну, если тебя унижают, там, вот, человек недостойный, это его грех. А когда человек начинает завидовать... Он сам себя унижает. Он сам себя унижает. Понимаете? Я вам как пример хочу привести... Есть у меня любимая моя подруга, вот действительно, пусть говорят, что дружбы женской не бывает, вот неправда. 33 года мы дружим с моей Леночкой, потрясающая актриса, заслуженная актриса Украины. Вот, дружим с 83-го года. И вот только в 13-м году мы смогли себе позволить зайти в дорогой магазин белья и выбрать себе по комплекту. Но мы очень хотели. Вечные дети, вечные проблемы, работа, родители, дома, квартиры. Ведь в нашем обществе с женщины не сняли самого основного. Быть женщиной. То есть о ком-то заботиться, кого-то поднимать, растить, любить. Вот. И, конечно, ну, наверное, маме лучше. Или, наверное, сыну лучше. Или, наверное, дочке. Всегда есть кому-то. Всегда есть кому-то. И вдруг вот сложилось. Мы можем себе позволить. И вот мы пришли, и мы выбираем себе комплекты. И вдруг, ну, актеры, мы тоже психологи, и я почувствовала очень тяжелый взгляд. Очень. И я поворачиваюсь, и две девушки, молоденькие девушки, и максимум 23-25 лет. Вот с какой завистью, чуть ли граничащая с ненавистью, они смотрели на двух взрослых женщин, которые покупают себе белье. И мне вдруг стало очень обидно за этих девочек. Не с того они начинают свою жизнь. Потому что, если вы не можете радоваться, в вашем понятии, ну, вот, мы, конечно, для них старухи, но молодость – это тот грех, который очень быстро проходит. Излечимый. Он излечимый, очень быстро. Если бы вы покупали девочки, то тут бы стал вопрос, либо вы очень богатых родителей и дети, либо у вас есть большой волосатый покровитель. Например, ну вот, или же вам бог дал какой-то сразу после университета большой зарплаты на хорошей фирме. Но и в том, и в другом, и в третьем случае, например, бы я, ну, женщина покупает белье. Это всегда приятно. Во-первых, это красиво. Вот. А эти девочки смотрели с ненавистью, с завистью, с ненавистью. И мне их очень жалко. Я не знаю, я их и лица уже не вспомню. Вы запомнили этот случай почему-то. Вот этот негатив. Человек завистливый вызывает жалость. Вот действительно жалость. Потому что, если я увидела что-то, и мне это очень понравилось, вот по моему характеру, я буду пахать, как лошадь. Потому что я всю жизнь это делаю. Вот все, что... А лошади-то не завидуют? Нет. Я все, что у меня есть, это все, что делала я. Никого никогда не взяла, ни копейки. Лена, вот давайте как раз о работе поговорим. Вот в актерском мире, да, казалось бы, главная роль, первая, вторая, эпизод. Много ли зависти в мире актеров, в мире вашей профессии? Вы знаете, конечно, наверное, есть зависть актерская. Безусловно, она есть. Но, коль мы говорим сейчас обо мне, любимой, вот у каждого актера есть своя планита в искусстве, свое амплуа, свое окошечко, свое мишечко. Я характерная актриса. Очень часто люди путают характерность с комедийностью. Да, конечно, я могу комедию сыграть. И в основном меня-то и берут на роли. Как говорит мой сын, мама, ты трижды заслуженная проститутка в Украине. Чуть ли не воровка на доверие. Вечно какая-то вот... Взбаумашная. Да, смех какой-то. Но в моей жизни были роли... Вот в Джамайке я сыграла алкоголичку Сим. Это была глубоко драматическая несчастная женщина. Вот. И поэтому я еще с институтской скамьи знала, что я кто угодно, но не Джульетта. Я, например, в жизни не хочу взять ту роль, которая не моя роль. Даже если вам предложат... Даже если предложат... Ну вот, как вариант, я играю, к сожалению, сейчас только в одном спектакле у Леся Поддеревянского «Звери». Это новая пьеса на музыку прекрасного композитора Славы Назарова. Рок-опера. Мне хотели предложить главную роль, роль Белочки. Но там молодая Белочка, такая, не очень тяжелого поведения. Все-таки сопоставив свой жизненный опыт, слегка поправившийся вес и еще какие-то там моменты, я все-таки выбрала роль свою. Я играю Геббельса, это моя роль. Вот. В пользу молодой девочки, которая прекрасно с этим справилась. Прекраснейшая. Потому что надо сопоставлять. Завидовать. Вот завидуют, опять же, те... Ну, мне хочется сказать, не завидуют коллеги. Я все равно, я очень люблю свой актерский цех, несмотря ни на что. Тяжелый у нас бывает, потому что судьбы у нас тяжелые. Знаете, как в песне «Я такой не была, никогда не была, это ты меня сделал такой». Поэтому каждая актриса, каждый актер – это отдельно взятая, больная планета. Потому что, как говорила Велика Ринсона Молостова, можно по блату поступить в театральный институт. Можно по блату его закончить. Можно по блату поступить в любой театр. И по блату получить любую роль. Вот сыграть по блату нереально. Гораздо обиднее, ну, с моей точки зрения, когда актрисы, актеры впрягаются не в свое ярмо. Они же сами потом понимают, что нету, да. Вот это самое страшное. Ну, наверное, завидуют более успешным. Наверное, есть. Но, опять же, скорее, возможно, это не зависть, а внутренняя обида. Почему не я? Если не я, то кто же? Понимаете, вот особенно у славян, вот если не я, то кто же. Я вам хочу сказать, что, ну, наверное, вот мы, братья славяне, мы можем глубоко и искренне сопереживать, плакать и рыдать, и поддерживать в горе. Для меня гораздо более ценные люди, которые рядом со мной, когда мне очень хорошо, когда очень хочется поделиться радостью. И когда они приезжают, и действительно они за тебя рады. Вот я, ну, если бы не событие, господи, прости, 13-го года, я бы, конечно, достроила дом. А так опять я начинаю жизнь с нуля. Как у всех, как у многих, валютный долг, дом недостроен. Но я пытаюсь, я пнусь. Стараюсь, никому не завидую. Да, да, при этом. Я могу злиться, зачем это все было сделано. Кому это, знаете, как в том анекдоте. Вот здесь стояла бочка с красной икрой, а здесь с черной. Кому они мешали. Вот. Но тем не менее, вот сделали еще одну комнату на первом этаже. И приехали мои друзья с радостью. Действительно. Боже, как хорошо, как классно. А еще так. И друзей-то осталось, по большому счету, очень немного. Но это те люди, которые вам не завидуют. Никогда. Это те люди, которые не просто подставят плечо, плавник, ласт, лапу. Они возьмут на руки еще и побегут с тобой вместе. Да, и будут вот так вот. Это те люди, которые уже проверены 30 лет, 20 лет. Это те люди, которые просто... Я благодарна Богу за то, что у меня есть эти люди. И я могу смело сказать. Если друзей разделил Майдан, это были не друзья. Если семью разделил Майдан, это была не семья. Потому что ничто за моим столом, какой бы я ни был антагонист. Мои две лучшие, тоже две лучшие подруги. У нас совершенно разное политическое мировоззрение. Но это не мешает нам любить друг друга. Помогать друг другу, уважать друг друга. И никоим образом не обидеть. Ни в коем случае друг не имеет права обидеть. Ни по каким. И зависти от этих людей. Да, я вас умоляю. Ради. Лен, а скажите, пожалуйста, вот следующий вопрос у меня был. Завидуете ли вы? Но я так поняла, что вы не завидуете. Вы на него ответили еще в своей первой фразе. И не ревную. Вот не завидую и не ревную. Здорово. Елена Репина, она не завидует и не ревнует. Тогда следующий вопрос. Лен, зависть. Люди многие обращаются к психологам, когда чувствуют себе этот корень зла. Для того, чтобы как-то найти там на стороне помощи, подсказки и так далее. Как вы думаете, на что способна зависть в жизни человека? Она все-таки разрушает или созидает? Ну, мы уже пришли с вами к тому, что она разрушает. Были ли истории в вашей жизни, когда зависть разрушила отношения, разрушила какой-то талант? Что-то такое можете рассказать? Вы знаете, естественно, зависть может только разрушать. Мне почему-то кажется, что зависть, как и ревность, это идет на каком-то генетическом. Понимаете, человек не может просто так родиться завистливым. То есть это как-то передается из поколения? Это из детства. То есть это взросшенное чувство? Это взросшенное чувство. Значит, родители говорили, о, в нюхо-е, а чего ж в нас немае? А чего вы не такие худи? А мы не такие худи? А мы то, это только, потому что ребенок, вот, все самое лучшее, все самое худшее в нас именно из детства. И я очень благодарна своим родителям, которые, вот, у меня отец был, царство небесное, такой трудяга. Вот он был просто пахарь. Какая труженица моя мама, это просто сил нет. Мне очень жалко это поколение, потому что их уделом была тяжелая работа и маленькие деньги. Но при этом они всегда, у нас в доме всегда был полный стол, опять же, куча друзей, маминых, папиных. То есть, это из детства, это разрушает, это одно из самых глусных чувств. Да, я знала людей, я знала людей, завистливых, которые выжидали моменты, и под эгидой там, патриотизма, допустим, под любой эгидой, под любым лозунгом, можно любой лозунг взять, просто мстили человеку, которому они завидуют, естественно, разрушали жизнь. Да, зачем далеко ходить? 37-й год, нравится квартира соседа, просто нравится квартира. Почему у меня маленькая комната, а у него большая трехкомнатная квартира, чисто ухоженные дети. А дай-ка я, блин, напишу, доносит. Вот, и, пожалуйста, уже в этой квартире сидит автор, письма. Вот сейчас как раз, вот нынешний день, прекрасный день, среда, я не удивлюсь, сколько уже поломано судеб, потому что кто-то кому-то завидует. Понимаете? Донос, звонок. В чем угодно может проявляться зависть. В чем угодно может, да. В мыслях даже, да? Понимаете? Лена, можно сказать, что у вас так много энергии, и вам хватает сил делать огромное количество проектов, уделять огромное внимание своей семье во многом, и потому что вы не завидуете, вы не тратите на это энергию. А мне некогда. Мне некогда. Потому что я безумно люблю свою маму, которая не крепкого здоровья. И я очень хочу, чтобы моя мама была хорошо одета, хорошо обута и по моде. Я хочу, чтобы у моей мамы была натуральная шуба, чтобы на ней были хорошие украшения. Я хочу, чтобы у моей мамы были дорогие духи и хорошее белье. Чтобы моя мама спала на очень мягком, хорошем диване. Чтобы она ела вкусную еду. Я всегда хотела выучить своего единственного сына. И поэтому я дала моему ребенку единственному, одно из лучших образований, которых можно было дать. Я не знаю английского, французского языка, зато мой сын в совершенстве знает русский, украинский, французский, английский. И сейчас работает на одной из очень хорошей международной фирме. И вы ни разу не пожалели о том, что вы не тратили время на зависть? Мне некогда было. Мне некогда было. Я живу в частном доме. У меня от дома до остановки 2 километра пешком пройтись. При разводе мой бывший муж забрал все, что только мог. И машину с моей подачи купленную. На него было оформлено. Ну, бери, тебе нужнее. Поэтому я иду на работу. Я иду на встречу. Я иду на съемки. Я иду на спектакль. 2 километра туда и 2 километра назад. У вас прямо есть время на подумать, Лен. У меня есть время на подумать, что я сделаю, что мне сегодня надо сделать. Туда успеть, там встретиться. Там то, там все, там перед... И... О, а приду домой, а у меня же еще 25 соток. А у мамы больная спина, и поэтому надо впрячься. Какая релаксация, земля. Ребята, возьмите лопату в руки. Попробуйте посадить хотя бы одно дерево. Хотя бы одно. Сделайте маленькую грядку из укропа, петрушки и зеленого лука. Хотя бы, минимум. И поверьте, у вас не будет мыслей. А у пупки на е, а у мэ на нема. Сделайте хоть что-нибудь. Я уверена, люди, которым есть что делать, никогда в жизни не будут... Ну, во-первых, мудрый сказал, человек, любящий свою родину, никогда на ней не сделает революцию. Это раз. А во-вторых, люди, которым есть что делать, значит, если им есть что делать, у них есть работа, а значит, у них есть заработок. Заработок, уважение и все остальное. И им некогда заниматься лишними вещами. Лен, а какие рекомендации вы могли бы дать сейчас нашим телезрителям? Большая часть нашей аудитории это женщины. И женщины все-таки по статистике заведут чаще немножко, чем мужчины. Что делать, на что обращать внимание, чтобы поймать себя за руку, как только чувствуешь, что вот это чувство зависти в тебе просыпается? И как наполнить свой день энергией? Совет от Елены Репиной для наших слушателей. Ну, знаете, сколько миллион людей будет, миллион мнений. Опять же, лично мое мнение. Я не хочу никого обидеть. Ну, вот если женщина начинает завидовать, ну, вот комплекс неуверенности в себе, опять же. Встань, любимая, опять же, перед зеркалом. Посмотри на себя. Но нету некрасивых женщин. Я бы язык вырвала тем, кто продолжит там о спиртном. Нету некрасивых женщин в априори. Мы все прекрасны по-своему. Кто-то интересный, кто-то остроумный, там, у кого-то глазки темные, у кого-то голубые. Просто посмотри, почему ты завидуешь. Подруга, что случилось? Если ты думаешь, там денег больше, возможно, там денег больше, но там, возможно, счастья меньше. Ведь хорошо выглядеть сейчас. Начни с себя, начни хорошо выглядеть. Это не так уж сложно. Вот, допустим, да, есть косметика очень дорогая. И она, кстати, не очень важна. По большому счету. Пройдись, сделай маленький шоппинг по своему бюджету. Что тебе не хватает? Не хватает больше всего, там, допустим, тушь, карандаш. Выдели глаза. У тебя прекрасные глаза, выдели их. Красивый рот, подчеркни этот рот. То есть карандаш не так уж дорого стоит. Вот, займись собой, найди для себя время. Постарайся сделать так, чтобы у тебя красивые были руки, ухоженные волосы. Начни улыбаться, поверь в себя. И поверь, тебе начнут завидовать. Потому что, ну, зависть, идешь, завидуешь, такая вся скукоржишься, вся такая постарелшая, вся такая несчастная. Не надо, не надо. Легче не станет. Вот ей-богу легче. Надо найти занятия. Ну, опять же, я понимаю, очень сложно. Кто-то посидит, посмотрит, скажет, тебе так легко, тебе так хорошо. Рыбочки мои, ну, верьте, в каждой хате по лопате. Понимаете, пережить в 90-е две операции на сердце единственному ребенку. Через два года, третья полостная, когда ни копейки денег, когда долги, когда что-то продаешь и спасаешь. Мы приехали в Киев. Мы никому нафиг не были нужны в этом Киеве. Киев встретил, как мачеха злая. А ты каждый день приходил и говорил, ну, полюби меня, город, полюби. И совершенно мне, я с гордостью, вот с гордостью говорите о том, я бегала в массовках. Я помогала маме, мама работала в ночном клубе. Мама убирала. Я мыла посуду, потому что денег не хватало. И хозяева этого кабака очень уважали, потому что они меня иногда видели в телевизоре. А по ночам я у них мыла посуду. И они очень уважали. Потому что я совершенно не комплексовала по этому поводу. После революции гидности, я очень долгое время сидела без работы, что такое актриса, которая не снимается. Вот. И для меня совершенно не было зазорным. Я могла пойти, то есть я поднимала свою землю, стояла на лопате с собачкой. Я занималась чем-то. Если мне кто-то просил помочь, ради Бога я помогу. И если бы стал вопрос, то я бы не смогла вернуться в профессию. Ребята, я могу преподавать. Я могу быть гувернанткой. Это великое счастье детям приносить умное, доброе, светлое. Я прекрасно готовлю. Я буду готовить. И опять же, с меня корона не упадет. Я могу прийти опять же в кабак и сказать, Маргарите Сычкаре, сказать, Марго, я тебя безумно уважаю. Возьми меня мыть посуду. Из меня такая, я буду плохой официанткой. Я не умею. А вот посуду я мою хорошо. И на кухне будет чистота и порядок. И поверьте, что произойдет. Да ничего не произойдет со мной лично. Я буду есть честно заработанный хлеб. И я все равно буду счастлива. Я буду даже в этом счастлива. Потому что меня окружают хорошие, родные люди, которые меня всегда поддержат. Лен, спасибо вам за то, что поделились сегодня с нами. Такой искренней и очень трогательной историей вашего трудолюбия, вашей восхищения, вашей профессией. Сегодня у нас в студии была Елена Репина. Елена, которая не завидует. Елена, которая ни минуты не тратит попусту. Та, которая встает и делает. Даже если сейчас это не сильно то, что очень бы хотелось. Но она точно знает, что делать что-то гораздо лучше и гораздо эффективнее, чем просто говорить и завидовать. Сегодня в студии у меня была Елена Репина. Потрясающий человек и вдохновляющая актриса. Пишите свои комментарии под этим видео. Ставьте лайки. Пишите вопросы Елене. Будем рады быть вам полезными. До новых встреч в нашей мотивационной студии. Субтитры подогнал «Симон»!